Начало. Начали? Начинаем? Добрый день. Международная Академия Дизайна. Международная Академия Дизайна. Международная Академия Дизайна. Международная Академия Дизайна Дизайна и художественного образования Института искусств Новосибирского государственного педагогического университета. Международная Академия Дизайна 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 Дизайна. Здравствуйте. Международная Академия Дизайна 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 и художественного образования Новосибирского государственного педагогического университета. Мице-президент Международной Академии Дизайна. Я сегодня буду помогать нашей встрече с переводом. Ольга Петренко, Новосибирск, Кугнип Кёюк, Миссуль Дизайн Кёюк Хакуа и Кёсуга, Кукчей Дизайн Академии, Бухве Дзяньи Миньи, Оноль Тонёк Туатрыгеса Миньи, Камсавамида. Спасибо. Сейчас хотелось бы предославить слово президенту Сеульского государственного педагогического университета господину Им Че Сон. Им Че Сон, Чон Дзяньим, им Че Сон, Чон Дзяньим, Мальсим Хащадо Тэмни, да? Добрый день. Добрый день. Сеульского государственного педагогического университета. Разрешите представиться. Меня зовут Им Че Сон. Я являюсь президентом Сеульского государственного педагогического университета. COVID-19의 어려운 상황임에도 불구하고 이렇게 의미 있는 시간을 함께 하게 된 것에 깊은 감사를 드립니다. Хочу поблагодарить всех присутствующих и организаторов за организацию этой встречи и мероприятия. Несмотря на сложные обстоятельства, связанные с эпидемией COVID-19. Пак Джисук 교수님께서 이렇게 국제 특강을 하신다고 해서 인사말을 해달라고 했는데 러시아로 해야 되나 걱정을 했습니다만 저는 Ольга Петренко가 통역을 해주셔서 고맙습니다. Профессор Пак Джисук сообщила мне, что будет проводиться сегодня встреча и ее лекция, онлайн лекция с российским вузом. Я переживал, кто будет переводить, потому что я не говорю по-русски. Я бы хотел поблагодарить Ольгу Петренко за то, что она нам помогает с переводом. Я знаю и знаком с информацией, что Новосибирский государственный педагогический университет имеет очень долгую историю. и входит в число лучших университетов России, занимает высокую оценку в рейтинге российских университетов. Я очень рад, что сегодня у меня есть возможность познакомиться с вами, со всеми участниками встречи и обсудить возможные направления сотрудничества, в частности художественного образования. Я очень надеюсь, что сегодняшняя мероприятие может стать позитивной основой для развития дружеских отношений, научного и культурного обмена, развития художественного образования между нашими университетами. Я бы хотел поблагодарить всех участников сегодняшней встречи и еще раз выразить свою благодарность организаторам и присутствующим. Спасибо. Спасибо. Добрый день, дорогие коллеги, друзья. Я очень рад, что сегодня есть возможность нам познакомиться и обсудить варианты сотрудничества между Сеульским государственным педагогическим университетом и Новосибирским государственным педагогическим университетом. Добрый день, дорогие коллеги, друзья. Добрый день, дорогие коллеги, друзья. Добрый день, дорогие коллеги. Добрый день, друзья. Спасибо. Мы участвуем подготовку кадров по всем педагогическим профессиям. Институт искусств – это наше структурное подразделение и вот уже почти 50 лет институт искусств готовит кадры для учреждения образования Сибири и Дальнего Востока и ОМ очень хорошо справляется с этой задачей. Институт искусств Работают заслуженные художники, признанные профессионалы в Российской Федерации и за рубежом. Наши студенты являются победителями многих российских и за рубежных творческих конкурсов. Многие студенты очень большие результаты объединятся в России. Мы считаем, что чем больше в процессе обучения наши студенты контактируют с профессорами разных научных школ, чем больше в России и других стран, тем более качественными профессионалы из них получаются. В нашей 생각е, что наши ученики по другому городу и по другому городу со своими социальными городами, по другому городу, и по другому городу, и по другому городу, то есть очень хорошие. Поэтому я хочу сегодня поблагодарить господина президента МЧСОНа и профессора Пак Джей Сук за готовность сотрудничать с нашим университетом. Уверен, что это взаимодействие будет способствовать повышению качества наших образовательных программ. Сегодня мы с Университетом МЧСОН и Бак Джей Сук за готовность сотрудничать с нашим университетом. Мы очень рады. Мы с этим началом вместе с нашим университетом вместе с нашим университетом. Мы с вами будем общаться с нашим университетом. Сегодня мы очень рады. Мы готовы обсудить различные варианты сотрудничества с сеульским государственным педагогическим университетом. Конечно же, в первую очередь в рамках развития художественного образования. но и также в рамках развития других отраслей наук. Мы с Университетом МЧСОН и Бак Джей Сук за готовность сотрудничества с нашим университетом. И в заключении хочу еще раз поблагодарить всех участников сегодняшнего мероприятия за организацию такой встречи. И надеюсь, что это мероприятие станет отправной точкой развития нашего всестороннего сотрудничества с Сеульским государственным педагогическим университетом. Спасибо. 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 Спасибо большое. Мы готовим преподавателей по многим направлениям художественного образования. Это, прежде всего, преподаватели в области изобразительного искусства, живопись, графика, рисунок. Преподаватели в области декоративно-прикладного искусства — это сохранение народных промыслов, сохранение народных традиций, что для нас живущих в Сибири очень важно. Ну и, конечно, педагогов в области дизайна. Но надо отметить, что в области дизайна у нас очень обширное такое направление. Помимо педагогической деятельности, мы готовим и профессионалов-дизайнеров в области графического дизайна. И мне представляется, что очень важно, что первый шаг к возможному установлению сотрудничества между нашими университетами мы делаем через знакомство с нашей кафедрой дизайна и художественного образования, которого возглавляет присутствующая здесь Лисецкая Елена Вениаминовна. Университет. 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 Эти racehorse. Университет. 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 Университет заключающая здесь. Пfestитая, мы создание adaptation, których читали разработку разработку, учебной тех, делаем, и машинista cówaysões ре agora prescostal языка, что кафедра дизайна сегодня в рамках нашего университета является одной из самых интересных, перспективных и состоящих из очень креативных людей. И она состоит из очень опытных преподавателей, в первую очередь, и творческих работников, которые проявили себя и в направлении дизайна, и в направлении педагогического образования. Мы ученики, которые ученики, и ученики, и ученики, и очень хорошие. Еще раз повторюсь, мне представляется, что очень важно, что вот через сегодняшнее мероприятие мы делаем шаг к возможному становлению партнерских отношений между нашими университетами. Один раз повторюсь, и сегодняшний мероприятие мы делаем шаг к области, и ученики, 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 и ученики в различных конкурсах, которые проводятся в Корее, у нас в России во всем мире, мы бы могли установить потрясающие, мне кажется, творческие контакты. Я думаю, что мы вместе с ректором приглашаем делегацию вашего, университета к нам гости для установления партнерских отношений и заключения договора о сотрудничестве. Мы всегда приезжаем к нам гости в наш родной Новосибирск. И я желаю всем вам, вашим семьям, сегодня самое главное надо пожелать крепкого здоровья, конечно, но и больших творческих успехов. И очень надеюсь, что сегодняшний мероприятий это только первый шаг к установлению деловых наших отношений. Спасибо. Спасибо. Я хочу предложить слово профессору Сеульского государственного педагогического университета, доктор наук, профессору Пак Джи Сук. Пак Джи Сук, господин, позвоните. Майк, пожалуйста. Очень рада поприветствовать сегодня всех организаторов и присутствующих. Для меня большая честь сегодня выступать перед всеми со своей лекцией. Я не хочу занимать много времени, поэтому мое приветствие будет очень кратким. Спасибо. И также мне хотелось бы предоставить слово президенту Международной Академии дизайна, вице-президенту Ассоциации промышленных дизайнеров Артуру Вячеславовичу Рыжову. Уритигэм Кукте Дизайн Академии Хведянни Мишиго, Бухведян, Саноп Дизайн Хакке, Бухведянни Мишиго, Артур Вячеславович Рыжов, Инсахаги Сымнита. Здравствуйте, Артур Вячеславович. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Рад вас приветствовать. Мальсимасия, да, да. Сегодня очень радостное событие, что мы все собрались по очень такому интересному поводу и мы можем увидеться хоть онлайн. И еще больше радостное, что огромная Россия сегодня представлена Новосибирском, что Новосибирск сегодня стал центром творчества, науки и образования. ДНР Ромен Сибирскок Ним 교육 대학교가 참석하시고 같이 이렇게 행사하게 되어서 너무 감사합니다. И один из проектов международной академии дизайна называется «Творческий мост», который был создан как раз во время начала пандемии. И вот сегодня 이렇게 онлайн-радо 만나 뵙게 되어서 너무 행복하고 우리 지금 국제 디자인 академии는 코로나 상황이 시작하면서 Creative Bridge라는 전시 시작하면서 행사를 하고 있습니다. И я хочу всем пожелать удачи и здоровья и в дальнейшем укреплять наш творческий мост, чтобы эти мосты стали крепкими, богатыми на события, и выдержали все незгоды. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Сейчас мне бы хотелось начать представление университета, Сеульского государственного педагогического университета. Будет небольшая презентация, и затем мы перейдем к основному мероприятию сегодняшнего дня, к лекции профессора Пак Чжи Сук. К сожалению, я буду тогда и переводить, так что надеюсь, что все отнесутся с пониманием тут немножечко. Спасибо большое. Начнем тогда мы. thingas 2 года. Как пора искать. 스� BlechитетаhoAsia gaan приvasу. Мы проявляемо. Я amo. Chi ваша института. Ага. Все. studying. построители и т bravery자� swall Важная встреча, поэтому он не смог дальше присутствовать, извиняется. Я буду одна представлять наш университет и выступать. Да, да, да. Можно начинать? Презентацию. Профессор Пак попросила меня, чтобы не тратить время. Я сразу на русском кратко представлю университет, потому что у нас идет эфир и запись. Можно начинать? Сеульский государственный педагогический университет. Так, у нас пропал экран. А, все отлично. Отлично. Все видно. Сеульский государственный педагогический университет был основан в 1946 году. Можно перелистывать. Давайте я буду прерываться. На данный момент в Сеульском государственном педагогическом университете существует 13 факультетов. Дальше. На бакалавриате обучаются 1593 студента. В высшей школе магистратура, высшая школа делится на магистратуру и докторантуру. В высшей школе магистратуры у нас 26 специализаций и в докторантуре 11 специализаций. В магистратуре сейчас учится на данный момент 486 человек, в докторантуре 24 человека. Педагогический состав университета 120 преподавателей. Можно дальше? Это пролистываем, не надо видео. Наш университет наладил дружественные контакты с 47 университетами в мире и институтами из 17 стран. Это данные от 2015 года, как вы видите, таблицы. Дальше. Политика университета более сконцентрирована именно на обучении студентов в высшей школе, на магистратуре и докторантуре. Подготовка педагогов высшей категории. Продолжение следует... Продолжение следует... Университет расположен в южной части города Сеула, это у нас замечательный кампус. И именно факультет, институт искусства, факультет художественного образования является таким центром для выращивания, воспитания хороших учителей, кадров для обучения в области культуры и искусства в Корее. Продолжение следует. 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 Я думаю, это отдельно выложим видео, наверное, с работами профессора. Мы сейчас время тому, чтобы не было так много времени... А, сейчас уже начинается. Нет, 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 нет. Я пытаюсь выразить именно абстрактные образы природы с помощью графических линий. То есть это такой долгий процесс создания моих работ. Показать линию жизни в своих работах. Это видео с последней персональной выставки. Я также работаю в плоскости и в объеме, делаю инсталляции объемные. В таком же формате. В таком же формате. В этом празднике я использовал карандаш и графический материал для графики, но я также в других работах использую краски, занимаюсь живописью и использую какие-то объемы. Если вы посмотрите, то в моих работах вы можете увидеть образы природы, но также какие-то образы связанные, может быть, с какими-то нервными переплетениями именно из человеческого организма. Похоже, все выглядит, что мы все взаимосвязаны какими-то тонкими нитями весь наш мир. Все состоит из такой большой паутины, как говорится сейчас, нетворкинг. Все связано. Я немножко стесняюсь, потому что долго все мои работы показывают. Сейчас уже заканчивается видеоролик. Это выставочный зал. Я с большим удовольствием смотрю на эти работы. Спасибо большое. Спасибо большое, господин. Спасибо большое, господин. Теперь вы начнете работу? Сейчас мы начнем нашу лекцию, которую мы готовили с профессором Пак. Можно включать презентацию. Сегодня лекция называется художественное образование в эпоху Антакт. Что такое Антакт? Сейчас через презентацию я вам пытаюсь объяснить свои мысли. Можно презентацию включить, пожалуйста? Продолжение в эпоху Антакт. Профессор Пак Джи Сук, Сеульский государственный педагогический университет, факультет художественного образования. Можно как-то увеличить, пожалуйста? Второй слайд, пожалуйста. Можно следующий слайд? Нет, предыдущий Антакт. Когда началась эпидемия коронавируса 19, уже прошло два года больше, и весь мир был охвачен, и до сих пор мы живем в этой обстановке. В связи с этим стали появляться различные новые слова в нашем обиходе. И также я попыталась составить новое слово, которым можно было бы назвать нынешнее время, нынешнюю эпоху, которая сейчас идет. От английских слов ан, в английском языке, это префикс ан, образует слово со значением, противоположным значению основы. И слово контакт, ну, всем нам понятно, контактировать, связываться, общаться, соприкасаться. Вот слияние двух слов, ан и такт, получилось именно новая концепция, новое название, антакт, эра антакт, то есть эра эпоха необщения, не соприкосновения. Вот так, поэтому я захотела назвать это время. Следующая, пожалуйста. Дальше слайд. Дальше... 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 이렇게 코로나19는 서로 마주보고 소통하는 시대에서 공연이나 전시가 취소되면서 이런 위기가 많이 왔고요. 그다음에 이런 제작하는 예술가들하고 관객들하고 단절이 생기면서 어떤 생존의 불안가한 예술가 삶의 위기를 가져왔습니다. Кроме того, в этой антектической эпидемии, в этой эпидемии, в этой эпидемии, естественно, оказал большое влияние на все сферы нашей жизни, на все отрасли, и также, естественно, наступил большой кризис и какой-то переломный момент в искусстве и в творчестве. Перестали работать полноценные общественные платформы, отменялись концерты, выставки, фестивали, именно общение и обмен между людьми. Началась дисгармония именно в творчестве и в производстве, и также в восприятии, в общении. Кризис искусства и жизни, как я не хотела бы сказать. Люди стали более заняты собой, у них появилась какая-то тревога, как жить дальше, что будет жить с нами дальше, и это, естественно, оказало большой отпечаток. И как следствие этого, естественно, возникает вопрос. Именно формат творчества, формат общения, самовыражения, обмена появляются какие-то новые течения развития в творческих направлениях и обмене. У нас презентация пропала. Да, 그래서 그림을 통해서 예술의 역할이 무엇인지 한번 살펴보겠습니다. И мне бы хотелось через именно творчество, через образы из разных периодов показать, как эпидемия влияла на искусство. Спасибо. Следующий слайд. 다음 слайд 볼까요? 이 слайд의 그림은 피터 뷰르헬의 죽음의 승리라고 하는 작품입니다. 이 당시 그림은 성서의 요한 게시록하고 전도서를 바탕으로 했었던 작품인데요. 이 작품을 보면 14세기 중반 유럽을 휩쓸었던 흑사병을 연상할 수 있습니다. 그림을 보면 저 윗부분에 해골은 죽음을 상징화하기도 하고요. 이 말라비틀어진 배경에 황폐한 것들은 그 당시에 힘들었던 모습을 우리가 볼 수 있습니다. 이렇게 예술은 역사를 기록하고 전달하는 역할을 합니다. искусство во все времена играло важную роль в отображении, документировании и Передачи исторических моментов в нашей жизни. На примере картины Питера Брюгеля, которая называется «Триумф смерти, победа смерти», она была посвящена, создана на основе священного писания и Евангелия. Как мы видим, в то время вся Европа была охвачена эпидемией бубонной чумы в середине 14 века, унесла жизни более трети населения Европы. Европейцы, которые не знали ни причины, ни методов лечения инфекционных заболеваний, были беспомощены перед смертью. Если мы посмотрим на эту картину, вы видите всю обстановку. Небо, заполненное дымом и огнем. Очень мрачная обстановка. Люди считали чуму наказанием Бога и были охвачены страхом, как будто наступил конец света. В своей картине «Победа смерти» автор наглядно описывает ужасную ситуацию того времени. Образы скелетов на картине, толпа скелетов нападает на людей, олицетворяет образ смерти. И в целом атмосфера работы очень тяжелая и мрачная. Все люди равны перед смертью. Ни король, ни священнослужитель не могут выйти из мира смерти живыми. Продолжение следует... В этой картине вы видите иллюстрацию к произведению Джованнии. Бокаччи, Декамерон. Искусство, как я уже сейчас и говорила, на протяжении всей человеческой жизни отражает нашу реальность, многие исторические моменты. На этой иллюстрации также изображена сцена, когда чума убивала население в Европе и это было очень страшно для людей всей Европы. Многие художники и романтисты, писатели отражали эту тему в работах в своем творчестве. Одним из самых известных является роман Джованни Бокаччи «Декамерон». «Декамерон» состоит из сановелл, которые он начал писать около 1350 года и завершил в 1353 году. Обычно этот роман известен как средневековый роман о каких-то приключениях, любви, трагических аспектах. Но в наше время для нас он представляется бы важную историческую книгу, где мы можем почерпнуть информацию о том, что происходило в то время, во время эпидемии чумы в Европе». Да, да. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Первое – Святой Себастьян и Второе – Мертвый Христос, созданные в XV веке этим художником. В образе Святого Себастьяна мы видим, как Святой Себастьян проповедовал христианство в то время и разгневавшийся римский император приказал расстрелять его стрелами. Как мы видим этот образ на картине. Но он выжил. Он выжил и продолжал проповедовать христианство. Снова римский император приказал убить Себастьяна. И на этот раз его получилось забить до смерти палками. Но спустя почти четыре столетия, когда города Италии подвергались эпидемии чумы, один человек, которому якобы пришло знамение сверху, сказал, донес для других людей мысль, что именно картина Святого Себастьяна, что он спасет нас от чумы. И для этого нужно построить часовню в память о Святом Себастьяне. И как только построили часовню, эпидемия пошла на спад, все прекратилось. И с тех пор на Западе именно образ Святого Себастьяна, Святой Себастьян считается своего рода защитой от эпидемии. На втором, на этом слайде справа мы видим образ мертвого Христа в очень необычной перспективе. В те времена никогда так не изображались люди. Во-первых, образ страдальческий. И перспектива именно, когда мы видим укороченное тело, пропорции тела очень шокируют людей, которые смотрят на эту картину. Тело Иисуса, заполняющее холст, ярко представлено с тяжелыми ранами, именно такой кровавый оттенок. Так, метод укорочения, это метод рисования, который уменьшает форму объекта до угла зрения перспективой, применяемой к одному объекту или к человеку. И именно Монтэйне очень, я считаю, удалось показать вот эту драматичность в образе мертвого Христоса на картине. 네, 말씀하시죠. 다음 그림을 볼까요? Следующий слайд, пожалуйста. 이렇게 예술적인 희석병의 이런 선례를 보면 예술적인 성과가 후퇴하고 어떤 예술가들의 활동도로 멈춘 것 같지만 질병을 극복하기 위해서 그림에 보시는 것처럼 의학이나 과학이 발달하는 그런 이성주의 시대와 함께 르네상스가 열렸다고 봅니다. 이렇게 절망에 빠진 이런 사람들이 삶을 낙관적으로 바라보려고 노력을 했는데요. 유럽은 흑석병 이후에 르네상스가 도래했다고 볼 수가 있습니다. 이렇게 피렌체가 무덤과 같았지만 보카치오의 데카메론이나 문학과 해부학 또 이런 인물화에 접목한 이런 레오나드 다빈치의 이런 거장의 활약상을 보면 바로 르네상스가 일어나게 된 동기부여가 된다는 게 사실이었습니다. 이렇게 미술은 인간의 이해를 바탕으로 둔 문예가 부응해하게 됐던 그런 단초 역할을 했다고 봅니다. 이런 레오나드가 된다고 봅니다. 이런 책이 있었던 것 같습니다. 인간의 바탕을 whoa-axterd И, естественно, начинает развиваться медицина очень бурно, наука и также искусство. На примере произведений Леонардо да Винчи, которые мы видим, он был не просто художником, он был великим изобретателем, скульптором, ученым. И именно толчком к развитию различных областей и началу эпохи возрождения Ренессанса стала эпидемия чумы в Европе. Следующий слайд, пожалуйста. Итак, что мы можем почерпнуть из искусства в эпохи кризиса, которую мы переживаем? В первую очередь мы учимся сматреваться, учимся проницательности, способность и также способность видеть прекрасно. Я уверена, что каждый из нас в какое-то время испытывал чувства, когда у тебя наворачиваются слезы при виде какого-то произведения искусства, картины, скульптуры, может быть фильмы. И вот это ощущение, оно называется катарсис, нравственное очищение, когда нас произведение искусства может нас подвести к такой черте, что ты готов заплакать. то есть следующий слайд, фонист, интересный слайд. И еще раз мы видим, что другая страна, у нас – это ощущение, как мы делаем и радость. И дальше мы видим, что 우리 жизнь – это ощущение, счастлив, качество – это ощущение, которую я чувствую. И мы чувствуем все через несколько чертов, и в конце концов, и что мы чувствуем, что мы любим эмоции. То есть искусство нам помогает нам более внимательно видеть и чувствовать все вокруг. Ну и естественно, как для всех для нас креативных людей, именно креативность, она, конечно, более развивается в такие сложные периоды. Потому что люди искусство пытаются выразить все, что происходит с ними на данный момент. И еще одно чувство, один момент мне хотелось бы застить на нем внимание. На примере работы Пикассо сегодня такое чувство, как проницательность, умение видеть и глубоко осмысливать вещи, которые мы видим. На примере этой картины она очень проста. То есть вы видите, что образ именно быка, его сущность, отображена с помощью всего комбинаций, с нескольких комбинаций прямых и кривых линий, которые нам дают возможность, способные понять суть и охватить при этом все целиком. Так же как и сегодня при обилии такого объема информации нам нужно научиться способности убирать все ненужное и мыслить, видеть глубоко и сделать свои выводы. Так же как и в危機 в мире, искусство является стимулятором для пробуждения жизни, для обострения всех чувств человека, чтобы снова идти вперед и двигаться дальше. вот, вот следующая каааааа. Вот, следующий слайд. Какова же роль искусства в различных эпохах? Как мы видим, в средневековье, когда буйствовала бубонная чума, зародился ренессанс, возрождение искусства. Первая мировая война дала толчок появлению, развитию Баухауза, происходит революция в дизайне. Вторая мировая война дает основы для рождения абстрактного искусства. Естественно, отсюда появляется и современное искусство. Так к чему же нас приведет настоящее время, именно эпидемия с коронавирусом? Это знак вопроса. Что будет дальше? Мы пока не знаем. 네. 이렇게 전염병이나 전쟁 같은 재난들이 문화계를 위축시키기도 하지만 그것을 걸음삼아 예술은 새로운 꽃을 피워내기도 했습니다. 그래서 이런 코로나 같은 질병 이후에 상처만 남는 게 아니라 면역력이 더 강해진다고 봅니다. 이런 상황에서 예술이 중요한 만큼 예술 교육도 중요하다고 생각합니다. 다음 슬라이드에서 얘기하겠습니다. Я считаю, что такие эпидемии, как и сейчас ситуация с коронавирусом, они приносят не только плохое, но также и хорошее. Дают какой-то толчок, переломный момент к появлению чего-то нового, более лучшего. И так же я считаю, что будет в искусстве. Пожалуйста, следующий слайд. 네. 이 사진을 볼까요? 우리가 산과 예술이 중요한 만큼 교육이 얼마나 중요한가를 보여주는 사진입니다. 이 사진을 보면 예술은 사고라고 하는 상부 구조고 그 사고가 건설되기 전에 고정된 기초를 만드는 밑바탕의 역할이 바로 교육이라고 생각합니다. На примере этой картины мне бы хотелось сказать, произнести слова Робина Джорджа Коллинвуда, что искусство – это незыблемый фундамент, который заложен до того, как на нем будет построена надстройка под названием мышление. Я считаю, что именно искусство – это основа всех основ нашей жизни. следующий слайд, пожалуйста. 네. 이렇게 예술 교육이라는 것은 구체적인 결과물인 상상력, 또 감정에 대한 주목을 하는 구감, 그다음에 다양한 해석을 하는 다이성, 그다음에 결과보다는 과정을 지향하는 것, 그다음에 탐구 능력, 그다음에 이렇게 참여하고 연결이라는 관계성을 중요하다고 생각합니다. 그래서 우리 아이들이 이렇게 균형 감각과 기회, 교구 이런 것들을 가지고 예술을 건강하게 발전시켜 나가기를 원합니다. здесь, так что же такое, что же включает в себя художественное образование? художественное образование может дать нам такие важные аспекты, как воображение, эмпатия, разносторонность, направленность любых процессов, которыми занимается человек, способность исследовать, изучать что-то, находить взаимосвязи и контактировать между собой. мы верим, что дети смогут увидеть свой мир и свою жизнь, обретут чувство равновесия, возможности и инструменты для того, чтобы сделать этот мир лучше. мы должны помнить следующее. тесты, факты, количественные измерения – это наука. то, когда образование выходит за рамки тестов, фактов и количественных измерений, это есть искусство. следующий. 다음 слайд. 자, 그래서 우리가 문화예술 교육을 실천해 나가야 하는데 그러므로 학교 현장에서 예술 교육은 필수여야 된다고 생각합니다. 근데 문화예술 이런 교육은 저절로 가르쳐주지는 않지요? я считаю, что именно художественное образование, оно очень, художественное образование, образование в области культура, оно очень важно. его можно, очень важно давать еще в школе, как обязательный предмет. 이렇게 예술이란 어느 분야에서든지 창의로운 인재를 만들어내는 토양이라고 생각하고요. 창의적인 것뿐만 아니라 성찰적인 역량을 기르는 요소라고 생각합니다. искусство дает нам возможность развивать креативность, но помимо этого также учит нас разностороннему мышлению искать варианты ответов на возникающие у нас вопросы в любых сферах. так же учит нас творческим, творческой и интроспективной компетенцией, учиться разбираться в самих себе и тем самым искать новые элементы для своего развития. 그래서 우리 교육자들은 농부처럼 당장 열매를 먼저 생각하지 말고 아이들이 다양하게 아름다움을 느낄 수 있도록 씨앗을 뿌리는 일을 먼저 해야 된다고 생각합니다. 그래서 세상 곳곳에 있는 아름다움을 발견해낼 수 있는 미적인 눈을 기르기 위해서는 예술 교육이 어렸을 때부터 필요합니다. Я считаю, мы как учителя, преподаватели в области художественного образования должны именно закладывать эти семена. Мы не должны смотреть на продукты, цветы, что будет дальше. Мы должны быть своего рода сеятелями, чтобы закладывать вот эти семена. Они прорастали в наших учениках. Наши ученики найдут способность себе видеть красоту мира вокруг, понимать, что такое эстетика. И я считаю, что для этого очень важно художественное образование. 네, 다음 슬라이드요. 문화, 예술, 교육이 얼마나 중요한지를 알 수 있는 보고서가 하나 나왔어요. 우리나라에 아르떼라고 하는 단체가 있는데요. 생애별로 문화, 예술, 교육이 얼마나 효과가 있을까라는 보고서인데요. 여기에서 그 보고서를 만드는 특수지표 두 가지가 문화, 예술, 감수성과 문화, 예술, 친숙성이 있었습니다. 두 가지. 그리고 그 안에 특수지표로 열 가지가 있었는데요. 지금 인포그래픽에서 보는 것처럼 공감, 능력, 행복감, 문화, 수용력, 창의성, 자기 표현력, 문제 해결력, 소통 능력, 친밀감, 자아, 존중감, 자기 조절력이 있었습니다. 제가 이거를 보여드리는 이유는 이런 효과나 역할이 무엇인지 연구를 했었던 건데 바로 이런 지표들이 문화, 예술, 교육을 어떻게 해야 되는지를 알 수 있어서 소개를 합니다. 저는 자아이라고 생각하고 있습니다. 이 습관과 함께 한국의 공개만을 만드는 데이기도 하고 있습니다. 이 시각 세계였습니다. 어떤 성장의 공개만을 확인할 수 있어서 이런 시각 세계였습니다. 세 번째는 세계에 대한 공개만이 너희가 있을 때, 일반적인 공개만을 만드는 과정에 Вот на таких небольших пиктограммах были проведены статистические исследования по критериям, такие как эмпатия, ощущение радости, приобщение к культуре, креативность, самовыражение, способность решать проблемы, общение, чувство близости, самоуважение и самодисциплина. Можно следующий? Следующий слайд. Следующий слайд. Я могу сказать, что по возрастным группам, например, дети до 7 лет, по именно этим опросным данным, у них очень пришли такие критерии, как приобщение к культуре и чувство обучения детей, чувство эмпатии, сострадания. Дети от 8 до 13 лет очень было влиятельно именно самовыражение. Подростки и юноши, юношество от 14 до 19 лет, ощущение радости и самовыражение. И возрастная группа от 20 до 64 лет, также самовыражение, возможность найти действительно то, что ты хочешь какие-то решения в своих вопросах, разобраться в себе. Группа пожилых людей выше 65 лет почерпнула для себя больше самоуважения, выстраивали отношения дружеские отношения, возможность общения с людьми их возраста, радость и также общение. Да, следующий слайд. Субтитры создавал, я хотел бы сказать следующую вещь. Что эпидемия коронавируса 19 в своего рода создала глобализм 21 века. Несмотря на то, что границы все закрыты, мы сосуществуем в изоляции. Как следствие смешалось общение онлайн, офлайн и также практика в искусстве перешли в формат онлайн и офлайн, но чаще, конечно, в формат онлайн. Появилось и стало более развиваться мультимедийное и цифровое художественное образование. Художественное образование стало очень часто обсуждаемой темой в различных аспектах. И практика художественного образования, она все-таки остается ориентированной на общество. Мы должны, как говорится, взяться за руки и двигаться вперед все вместе искать новые пути. 네, 말씀하세요. 네, следующий слайд. Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас на этом слайде, на следующих слайдах мне бы хотелось показать несколько примеров о влиянии художественного образования и образования в области культуры в эпоху Антакт, то есть что сейчас происходит. Проходила конференция, форум, культурный форум, естественно, это было в формате больше онлайн. И Жак Атали, французский экономист, писатель, банкир, выступал с речью на этом форуме. Мне очень понравились его слова. И он сказал, что сейчас общество только сконцентрировано на себе. И вот эта пандемия еще больше нас такими и делает. Но во время вот этого образа жизни, когда был локдаун, когда мы все были в заперти, многие люди, искусство стало неким спасением и самовыражением для многих людей. Люди, которые никогда не рисовали, не пели, не плясали, они берут в руки какие-то инструменты, начинают рисовать, учиться играть на каких-то музыкальных инструментах. То есть своего рода искусство стало больше, ближе к массам, как мне бы хотелось бы заметить. И как сказал Жак Атали, после пандемии коронавируса, каждый станет художником в своем роде. Но это действительно так. Спасибо. 다음 차례를 볼까요? Пожалуйста, следующий. Пожалуйста, следующий. Лондон, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, 도쿄에 동시에 코로나 대봉세로 풀려난 국가들의 어떤 강력한 희망이나 협력을 상징하는 의미로 해돋이 작업한 것을 동시에 다 같이 상영을 했어요. 2분 30초가량 해돋이라고 하는 작품인데 이것처럼 뭔가 우리가 단절은 되어 있지만 서로 다 연결하면서 이런 예술 활동을 한다는 것이 이런 문화예술 교육의 실천 사례라고 볼 수 있습니다. Еще один пример вы видите на фотографиях, пример цифрового искусства. Знаменитый английский художник Дэвид Холкни, его работу представили именно в цифровом формате на площади Коэкс в Сеуле. Также большая демонстрация на больших экранах, как вы видите, формат. Восход солнца символизирует надежду и сотрудничество. В тот момент, когда многие границы между государствами были закрыты, этот показ проходил одновременно синхронизировано в Лондоне, в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Сеуле и Токио. Так называемый «Праздник глобального цифрового искусства» показ анимации «Восход солнца» продолжался 2 минуты 30 секунд. И это произведение Дэвид Холкни, он создал просто сидя в изоляции рисуя на планшете, как мы видим. Восход солнца символизирует надежду, как мы видим. Дэвид Холкни, я, как мы видим. Я быстро заметил, что именно в период закрытия границ и локдауна, именно в Республике Корея очень быстро среагировали на эти вещи такие организации, как художественные музеи, исторические музеи. И на примере Государственного художественного музея современных искусств они быстро очень среагировали и создали проект именно онлайн-выставочного зала, когда весь первый этаж, именно там огромные помещения, огромные площади, они отсняли видео о всех экспонатах музея, и можно было очень внимательно ознакомиться, будучи в изоляции. Да, это очень красиво. Да, да. Это очень хорошая история. В один большой выставочный зал, где можно было ознакомиться со всеми экспонатами, побродить по экспозициям и познакомиться с историческими артефактами своей страны. Спасибо. 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 네, 다음 слайд. Спасибо. 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 И я за личное общение. И выражаю надежу, что, как только эпидемия. И выражаю надежду, что как только эпидемия закончится, делегация Сеула прибудет к нам, возможно, потом мы побываем у нас. личное общение не заменит никакой онлайн. У нас есть тоже прекрасный выставочный зал, где можно организовывать выставки сеульских преподавателей, студентов. Я за сотрудничество. Не дописали вообще водичного в dealing социоцительных преподавателей, а все же Todd assume, что и sheriff будет. Продолжение следует... Продолжение следует...